Аминь. На этой неделе мы будем рассматривать главу, о которой говорилось и в прошлый раз. Просто получается так, что в списке комментариев идут две главы подряд. И брат наш Сергей в прошлый раз разобрал в основном предыдущую главу. Ну вот это две главы Бегар на горе и Бехукатай в постановлениях моих. Вот сегодня я хотел бы поговорить более подробно про заключительную часть книги Бегар на горе и Бехукатай. Буквально переводится в моих уставах или в моих постановлениях. И я сначала процитирую начало этой главы. Значит, это у нас в Эйкраиле книга Левит, 26 глава, с 3 стиха. «Если вы по уставам моим будете поступать и заповеди мои соблюдать будете и исполнять будете их, то я дам дожди вам в свое время, земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой. И сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться будет с посевом, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить спокойно на земле вашей. И во дворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет тревожащего. И изведу лютых зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей, и будете гнать врагов ваших, и падут они пред вами под мечом. И пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч, и падут враги ваши пред вами под мечом. И обращусь я к вам, и распложу вас, и размножу вас, и укреплю завет мой с вами. И будете есть давно запасенное, и старое будете убирать ради нового. И установлю обиталище мое среди вас, и не возгнушается вами душа моя. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы не быть вам у них рабами, и сокрушил шестые рма вашего, и повел вас поднятую головою. А дальше говорится о том, что будет с Израилем, если он не будет послушан этим уставом. Так вот, я когда читал, я обратил внимание на интересные параллели с тем, чему говорит Ишуа, чему учит Ишуа. Это у нас, давайте откроем, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Значит, вот эта недельная глава начинается словами, «Если по уставам моим будете поступать, и заповеди мои будете соблюдать, и исполнять будете их». И в этой же главе говорится о том, что он водворит мир в стране, то есть даст мир в стране, причем там используется слово «шалум», которое для ясности понимания означает не просто состояние без войны, оно также обозначает благоденствие, оно также обозначает благополучие, то есть вот именно вся полнота, которой человек желает, жить тихо, мирно, спокойно, чтобы его никто не тревожил, чтобы ему дали работать, и чтобы работа приносила действительно ожидаемый результат. То есть это действительно жизнь тихая и безмятежная. И вот интересно, что Ишуа говорит. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Сейчас, секундочку. Сейчас. Это с 15 стиха. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть интересный момент, он соблюдение заповедей связывает с любовью к нему. Просто очень часто я сталкивался с таким подходом, ну, с таким мнением, с таким взглядом на это. Человек говорит, вот люблю Господа, хочу делать для Него, ого-го, чтобы всем было видно, что я Его люблю. Значит, А Ишуа говорит, что, ну, простым подтверждением Твоей любви ко мне будет исполнение заповедей. И давайте прочитаем дальше. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Дальше. Я не буду читать все подряд, я просто определенными конкретными отрывками. Двадцать первый стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Двадцать четвертый стих. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал и вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец в имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает». Нам в оригинале эти два слова «мир» переводятся по-разному. Значит, слово «мир» имеет значение и как «благодетствие», то есть это именно тот самый «шалом». А вот «не так, как мир дает», там стоит слово «космос». То есть я сейчас переведу в соответствии со словами оригинала. Значит, «мир» или «благодетствие» оставляю вам, «шалом» оставляю вам, «шалом» мой даю вам. Не так, как «космос дает», я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. И интересно заканчивается эта глава. Значит, «но чтобы мир знал, то есть чтобы космос знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Кто-нибудь знает, куда они пошли? К сожалению, деление на главы, оно иногда вводит нас в заблуждение. Давайте мы почитаем, куда же они пошли. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». То есть они на самом деле никуда не пошли. Вот это вот он сказал, ну, по крайней мере, мы так читаем в переводе. Но они не встали и никуда не пошли. Отсюда я сделал вывод, что, скорее всего, перевод не совсем точный и попробовал посмотреть подстрочник. Я вам расскажу, что я обнаружил. Значит, не буду вдаваться вот в подробности, вы это можете, в принципе, сами, используя словари-справочники, посмотреть. Значит, но я вам дам просто вот немножечко видоизмененный перевод, не такой, к какому мы привыкли. Но тот, который я увидел, вот именно максимально близкий по смыслу. То есть Ишуа говорит, вот для того, чтобы вот вселенная узнала, что я действительно люблю Отца, и что я действительно творю то, что Он мне приказал, и слово «творю» в настоящее время, то есть это не… тут не имеется в виду все Его служение на земле, которое Он совершил. А вот именно в этот самый момент, в который Он общается с учениками, говорит, вот чтобы мир узнал, чтобы космос узнал, чтобы вселенная узнала, что я действительно люблю Отца. И я вот сейчас вот в этот момент творю то, что Он мне приказал. И вот эта фраза «встаньте, уйдем отсюда» буквально можно было бы перевести «пробудитесь, и с этого момента следуйте за мной, или следуйте тому, что я вам покажу». И дальше Он объясняет. Я есть истинная виноградная лоза, и Он тут показывает такие интересные вещи, которые нам раскрывают уже несколько другой уровень взаимоотношения человека с Богом. Если до этого момента Он говорил, что «любовь ко Мне проявляется в том, что вы исполняете заповеди мои, храните и исполняете», так как написано вот в Торе, если будете поступать по заповедям моим, соблюдать и исполнять будете их, то есть это был критерий, то дальше Он показывает совершенно другой образ. Лоза и ветви. Лоза и ветви – это уже родственные отношения. Если исполнение заповедей, повелений, приказов – это взаимоотношения господин и раб, то здесь уже совершенно другое Он показывает. Он показывает, что… И главное, что Он говорит, вот 14 стих 15 главы. Нет, с 12-го. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы Меня избрали, Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам». То есть Ишуа показывает, что в этот момент Он творит нечто совершенно новое и переводит своих учеников, которые Его любят, на совершенно другой уровень взаимоотношений. Поэтому здесь упоминается и о Духе Святом, который все напомнит, который будет утешителем, который будет помощником. И действительно, кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Ишуа раскрывает совершенно новые возможности перед каждым Его последователем, перед каждым учеником, делая Его действительно чем-то родным. То есть, если, скажем, до искупления человек был творением рук Божьих, и поэтому Ишуа назван первородным, то есть он был единственным, ой, прошу прощения, единородным, то есть единородный сын, сущий в недре отчим, он явил, то служение, которое Ишуа совершил на земле, делает совершенно другое с человеком. Он назван первородным, он нас называет братьями, мы становимся детьми Божьими. И это действительно родственные отношения. Причем родственные не просто в силу усыновления, знаете, как вот человека взяли в семью. Мы рождены от Него. И это сообщает нам, совершенно другое качество жизни передает. То есть, действительно, тот мир, та полнота, которую Бог обещал своему народу, Он дарует. И поэтому, я просто хочу обратить ваше внимание, может, кто-то был в Израиле, может, кто-то из новостей знает, что то состояние Израиля сегодня, это далеко не исполнение тех пророчеств, которые мы видим в Писании. Да, Израиль как государство образовался, но, извините, духовный уровень народа совершенно далек от того, о чем говорят пророчества. Если мы почитаем внимательно, мы увидим, что многие вещи еще далеки от того, что должно быть, чтобы народ был здесь, чтобы Израиль был действительно Израилем Божьим. Понимаете? И когда мы читаем «Просите мира Иерусалиму», эта фраза, она, там стоит, кстати, слово «шалом», она не означает, чтобы мы молились о том, чтобы на Израиль не падали бомбы, чтобы против Израиля было прекращено действие меча. Потому что если мы посмотрим, что говорит дальше в главе «Бехукатай Господь», то Он обещает, что это будет с народом до тех пор, пока не обратятся, пока не признают свою вину и пока не признают, что они Его дети и не начнут жить в соответствии с тем, что Он заповедал. Пока не признают Ишуа своим царем. Понимаете? Поэтому давайте мы сейчас помолимся о мире для Иерусалима, но о том мире, который Ишуа дает, а не мир без войны, но во грехе. Отец Небесный, слава Тебе! Мы благословляем Твое святое имя, и мы просим Тебя сейчас за народ Твоя Израиля. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам такую возможность присоединиться к Твоему народу и быть частью Твоего народа. Но, к сожалению, не все еще в нашем народе так, как должно быть. К сожалению, еще есть упорство сердца, есть еще гордость, есть противление Твоему духу. И мы просим Тебя, Господь, сломи всякую гордость, всякое противление. Дай, пожалуйста, дух покаяния каждому еврею. Дай, пожалуйста, действительно, каждому потомку Авраама, Эцхака, Якова увидеть Тебя, Ишуа, таким, какой Ты есть на самом деле, а не так, как этому учит этот мир, Боже. Пусть Твой шалом действительно придет на этот народ, на наш народ в полноте, в той мере, в которой Ты этого желаешь, Господь. И дай нам, пожалуйста, каждому из присутствующих лично поучаствовать в этом процессе и сделать то, что Ты предназначил для нас. Во имя Ишуа. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok